Орел прилетел домой. Накануне на стадионе Анжи-Арена прошла встреча чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова с дагестанскими болельщиками. Более 10 тысяч человек собрались, чтобы поприветствовать земляка. Среди них и наши корреспонденты. Гаджимурад Зеудинов продолжит. Такого ажиотажа Анжи-Арена не знала с лучших времен футбольного клуба. В машинах Ачкала встретится с чемпионом UFC в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым, который накануне отстоял свой титул в поединке против ирландца Конора Макгрегора. Пришли десятки тысяч дагестанцев. Для сравнения, футбольный матч Анжи-Зенит, где хозяева одержали сенсационную победу, собрал чуть больше 6 тысяч зрителей. А на Хабиба пришли 1015, а может и больше. Если бы о приезде Хабиба узнали заранее, то аншлаг на стадионе в Каспийске был бы обеспечен. До появления чемпиона UFC, который накануне отстоял свой пояс, зрители разогревали ведущие вечера и зажигательная лесгинка. Встречайте! 27 побед! 0 поражений! Нурмагомедов! На стадионе Хабиба встретили овациями. Особо отличились фанаты дикой дивизии. Хабиб! 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 Чемпиона UFC приветствовал первый зампред правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, представители Минспорта и руководители районов. Хабиб Нурмагомедов умеренно доказал всему миру, что Россия великая спортивная держава, а Дагестан один из самых ее спортивных регионов. Он справился с колоссальными физическими нагрузками, показал настоящий бойцовский характер. Вся Россия гордится стойкостью и мужеством сына страны Гор. Не прошло и пяти минут с момента появления Хабиба Нурмагомедова на поле стали прорываться самые отчаянные болельщики. Сначала поодиночке, потом хлынула толпа. Эмоции зашкаливали, ситуация чуть было не вышла из-под контроля. Организаторы даже хотели увезти бойца. Но в дело вмешался сам чиновник торжества, который ни на минуту не расставался с чемпионским поясом. Братья, здесь слишком много камер и давайте покажем нашу воспитанность в первую очередь. В первую очередь нашу воспитанность, наши нравы, пожалуйста. И большое спасибо, что пришли, поддержали, что болели, переживали, в ту ночь не спали. Верните света единого! В страсти улеглись и только после этого Хабиб Нурмагомедов рассказал о самом поединке, атмосфере, которая царила в Лас-Вегасе и причинах своего поведения. Я каждый день просил Всевышнего, чтобы никто не получил травму, ни он, ни я. Чтобы мы аккуратно сделали вес, восстановились и наконец-таки, чтобы нас закрыли клетки. Потому что было очень много сказано за пределами клетки. И самую большую мотивацию мне давал мой родной Дагестан и все болельщики, которые меня ждали здесь дома. Большое спасибо всем! После ухода Хабиба Нурмагомедова публика еще долго не покидала стадион. Многие были под впечатлением увиденного. Я не знаю, какие слова можно подобрать, столько эмоций, столько людей приехали в Дагестан поздравить его. Мы очень рады, поздравляем еще раз, поздравляю в первую очередь тренера Абдулман 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 Магомедова, который воспитал целую плеяду чемпионом мира. Вы видели сами обстановку, сколько людей пришли поддержать нашего спортсмена, который выступал в Америке, представлял нашу республику, нашу Россию. И у нас, как говорится, и вольная борьба, мекка, боевых искусств, все виды спорта спортсменов. И я думаю, еще это только начало. Прощаясь, Хабиб Нурмагомедов пообещал дагестанским болельщикам встретиться еще раз. Ну а пока будем ждать решения Атлетической комиссии штата Невада, которая расставит все точки над «и». Возможны штрафы и санкции, которых бы не хотелось именно сейчас, когда Хабиб Нурмагомедов набрал обороты и победил в главном поединке года. Гаджимур Адзиевденов, Руслан Гаджиев, Марьяна Масуева и Исуп Газиамаров. Время новостей.